Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел», а если быть точнее, сегодня она будет в формате «Смотрите, кто пришли». И поговорим мы сегодня о вот какой теме, о компьютерных играх. У любого явления есть две стороны, как у монеты, аверс и реверс, положительные и отрицательные. Не исключением является и такое обширное и многообразное явление, как мир компьютерных игр. Об отрицательных сторонах этого глобального увлечения человечества довольно широко известно, это тиражируется. СМИ полны душераздирающих историй о разрушенных семьях, где один из членов семьи супругов, например, увлекся играми, о драмах родителей, которые не понимают увлечения своих детей и беспокоятся за них. И часто это даже в виде какой-то жести, которая охотно тиражируется, которые творят юные и не очень игроманы, лишенные любимого занятия. Человек любит испытывать страх. Страх, как и всякая низкая вибрация, хорошо монетизируется. И понятно, почему СМИ так охотно отыскивают и тиражируют пугающие истории, связанные с увлечением компьютерными играми. Но мы сегодня поговорим о другой стороне этой монеты, о положительных сторонах увлечения компьютерными играми, о том, что дают компьютерные игры обществу, что дают они науке и, в первую очередь, что они дают человеку. И поговорим об этом с нашими гостями. Это директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Чикарин Дмитрий Евгеньевич, ассистент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ «Журналисты и обозревательных компьютерных игр» Мелехов Алексей Германович и аспирант кафедры общей психологии Института психологии и образования КФУ, автор кандидатской диссертации «Психология компьютерных игр» Артур Ромевич Темиргалеев. Здравствуйте, уважаемые гости. И я хочу начать нашу программу вот с какого вопроса. Я задам его всем. Что для вас лично является компьютерная игра? Как она встроена в вашу жизнь? Сколько вы занимает времени? И что она дает? Я прошу начать с Артура. Еще раз, здравствуйте. Для меня в первую очередь компьютерные игры, наверное, на данном этапе являются хобби. То есть определенным увлечением, от которого я получаю эмоции. По продолжительности я могу сказать, что, наверное, опять же, в связи с загруженностью я могу позволить себе играть максимум, может быть, 14 часов в неделю. Вот это на самом деле не так много. Касательно именно самих игр, наверное, здесь для меня очень важно именно то, как они, скажем так, отзываются во мне именно эмоционально. Спасибо. Вы когда задали этот вопрос, что для вас такое компьютерные игры, я как-то сразу подумал об определении. То есть вопрос сложный, на самом деле о нем много споров ведется. Я как-то решил, что отвечу, что это интерактивные медиа. И потом до меня дошло, что вопрос, наверное, был все-таки прежде всего о том, что для меня значат компьютерные игры. Но, наверное, если я с самого начала подумал об определении, то это тоже говорит о том, что они для меня значат. То есть они для меня, наверное, помимо того, что являются хобби, это все-таки, наверное, нечто большее. Не знаю, может быть, это стыд моей работы, потому что я как филолог постоянно анализирую, разбираю вещи, и при работе с текстами это вот неизбежно. Но при этом это и мое увлечение в течение множества лет. По времени, сколько занимает, сложно сказать, потому что какие-то недели я менее загружен и могу по два-три часа в день, например, играть. Какие-то недели я не играю вообще в игры, потому что времени нет. Ну, в среднем, наверное, от семи до двенадцати часов иногда больше, иногда меньше получается. Ну, собственно говоря, вот я тогда тоже скажу, наверное, действительно о своем отношении. Ну, дело в том, что, в отличие от моих коллег, я не могу, наверное, назвать компьютерные игры своим хобби. Компьютерные игры для меня, это, наверное, является чем-то большим, потому что, в общем-то, если чем-то занимаешься на протяжении более тридцати лет, оно уже начинает, ну, перерастать все-таки в часть жизни. Собственно говоря, ей становится. Ну, вообще, компьютерные игры я считаю, ну, действительно, новым видом искусства, ну, вернее, как новым, опять же, которому уже несколько десятков лет, который принципиально отличается от других вид искусства, который принципиально отличается по воздействию на человеческую психику и обладает как массой преимуществ, так и при неправильных применений, масса недостатков, ну, в общем-то, это, опять же, к каждому из видов искусства и видов человеческой деятельности может быть применено. Вот, я с удовольствием раскрою эту тему, ну, опять же, очень давно этим занимаюсь, да. Ильич, вот вы упомянули о психологии человека в игре. Я, на самом деле, раскрою маленький секрет, когда эту тему я выбрал для нашей программы по личным соображениям, глубоко личным переживаниям. Эти глубоко личные переживания были связаны с увлечением одной игрой, которой, в общем-то, я баловался, ну, в течение, там, нескольких лет. Это не было, не было такое, что, там, сутками сидеть. Игра, в общем-то, всем известна в World of Tanks. И как-то одним прекрасным вечером, когда я сидел и играл в эту игру, я вдруг понял, что я играю только из тысячи юнитов, которые предлагает эта игра, я играю только одним юнитом, очень своеобразным. И вдруг я понял, что этот юнит – это мой психотип. То есть, условно говоря, там, World of Tanks предлагает тебе играть или тяжелобронными машинами, которые выходят, как богатыри держат фронт, машутся или танками-разведчиками. Ну, в общем-то, масса есть вариантов. Ну, я выбрал определенный танчик Т-67. Кто увлекается этой игрой, их таких, на самом деле, миллионы, они представляют, о чем это речь. Это легкая, очень скоростная, с хорошей пушечкой, машинкой, которая засадная, в первую очередь. Я вдруг понял, что это мой психотип. То есть, мне совершенно не хочется выходить, как богатыр, рубиться направо и налево. Мне не хочется сидеть очень долго в засадах. И просто подсвечивать, как танчики-разведчики. Ну, условно говоря, если сравнивать взаимодействие в мире, то это человек, который, ну, жертвует собой, светит. И готов на это пойти, поддерживая всю свою команду. То есть, мне была интересна вот эта игра. Она, можно играть в видуальность, очень много там раскрывается. И когда я в какой-то момент понял, что, боже мой, да это же я. Я в своем таком-то, мое поведение в жизни. Я выбираю именно такой образ жизни. Это мой психотип. Кстати, после этого у меня очень резко отключило интерес к игре. Вот я после этого, ну, практически уже, ну, полгода даже в руки не брал, стер и неинтересно стало. Я вдруг понял, ну, вот, я играю свою жизнь вот там же, когда можно делать то же самое в жизни. Ну, и так и делаешь. Вот. И, знаете, у меня вопрос. Это мое личное переживание было. Я хочу вот у вас узнать, у людей, которые очень увлечены, для которых это даже не хобби, а жизнь в каком-то смысле. Вот мой личный опыт – это закономерный опыт? Или и каждый проживающий, игрок проживает себя в игре? Или все-таки это просто мой какой-то, ну, вот, особенности моей восприятия какого-то мгновенного, да? Секундного. С меня, наверное, сейчас начнем уже. В обратном порядке, да? Ну, я не психолог, конечно, наверное. Вот. Ну, я вот что хочу сказать. То есть, в принципе, чем вообще отличаются компьютерные игры от любого действительно другого вида медиа, то, что вы принимаете в них решение. То есть, в компьютерных играх вы действительно ее проживаете, если вы, в принципе, играете в компьютерную игру с какой-то степенью вовлечения. А больше того, в принципе, вовлечение в компьютерные игры, ну, для тех людей, кто не испытывает к этому отвращения, они показывают крайне высокую степень вовлечения, потому что, например, время субъективно течет, когда вы находитесь в компьютерных играх, гораздо быстрее, то есть кратно быстрее. То есть, условно говоря, вы можете, например, там, просмотреть, допустим, вот фильм полтора часа, а по субъективному времени это будет эквивалентно, там, восьми часам в игре. Это говорит о том, что ваш мозг работает крайне интенсивно и максимально вовлечен в это мероприятие. Дело в том, что, когда вы в чем-то вовлечены, вы можете быть вовлечены либо, если это соответствует вашему действительно психотипу, либо, если соответствует тому психотипу, который вы хотели бы в себе проявить, но просто не имеете возможности. Но, на самом деле, я хочу сказать, вы не себя играете в игре, вы играете так, как вам приятно. То есть, это не означает, что вы там свою жизнь проживаете, вы просто проживаете там, вот эту игру, именно так, как интересно нужно вам. Но это не значит, что вы там проживаете свою жизнь. Это разные вещи. То есть, вы не дублируете свой текущий статус. Но нужно, чтобы вам было комфортно. Я бы это замолчал. Ну, так, я хочу услышать на этот вопрос ответы других участников. Да, я тоже хотел сказать, что это, в общем-то, один из основополагающих вопросов, касающихся видеоигр в целом. Потому что, да, как уже верно сказано, игры отличаются от всех остальных видов искусства тем, что здесь есть прямой вклад игрока. То есть, когда мы смотрим кино, то есть, мы можем анализировать, мы можем как-то реагировать, но мы не влияем, по сути, на то, что происходит на экране. То есть, то же самое с книгой. Там даже, если мы ЛитРПГ открываем какие-то, где есть варианты выбора, мы просто перелистываем страницу и выбираем. Это все-таки другое немножко, хотя тоже есть какой-то вклад читающего. В играх мы прямые участники и напрямую участвуем. И, соответственно, мы нельзя сказать, что перемещаем себя самого туда, но мы ведь часто ведем себя так, как бы мы вели себя в жизни. И поэтому... Но здесь встает другой вопрос. Это вопрос вовлеченности. Потому что кто-то вот жалуется, что не может, например, мужчина говорит, я не могу играть за женщину. Или, наоборот, женщина говорит, я вот хочу играть за мужского персонажа, я вот не могу играть за женского. Кому-то вообще это без разницы. И, соответственно, у разных людей разные требования к тому, как они себя хотят ощущать в этом пространстве. Поэтому есть базовый высокий достаточно уровень вовлеченности. Но у разных людей он, во-первых, градация все-таки различается, и, во-вторых, различаются условия вот этого входа. И это, кстати, один из самых сложных вопросов, который геймдизайнеры и пытаются решить. Часто, особенно это у ранних игр, они вообще не рефлексировали тот момент, что игры — это интерактивное искусство. И пытались подражать либо литературе, либо кино. И до сих пор, в общем-то, такие проекты выходят, которые не используют вот этот вот огромный потенциал, который, я думаю, даже самыми экспериментальными и смелыми проектами и самыми удачными из них раскрыт где-то процентов на пять из того, что можно сделать. Потому что тот самый факт, что мы сами участвуем в процессе, мы сами принимаем эти решения, мы их делаем, задуманы они разработчиком или нет, он несет огромный потенциал для рассказывания как истории, так и для донесения месседжа, так и просто для того, чтобы какие-то чувства заставлять испытывать людей. Это даже если не касаться киберспорта и навыков, которые сами игры развивают. это вот именно геймдизайнерская перспектива в плане работы с нарративом и идеями. Артур, вы знаете, вы же психолог и как раз занимаетесь психологией игр. Наверное, этот вопрос будет вам такой, скажем, даже более профессионально точный. Вот мой опыт, неожиданный на самом деле, для меня это было такое легкое откровение, даже в каком-то смысле трансцендентный опыт. Это только личный мой опыт или подобный, возможно, неосознанно переживают все остальные участники? Я склонна предполагать, что все-таки такой именно личный опыт переживания проходят все. Он, да, является по большей части субъективным, но, опять же, как и говорили мои коллеги, это по большей части связано с нашей вовлеченностью, спецификой вовлеченности. То есть, по сути, именно компьютерная игра позволяет нам перенести нас в именно виртуальный мир, создать нас самих, таких, какими мы хотим себя видеть по большей части. Это, конечно, является таким больше неосознаваемым аспектом для людей, которые играют. Но именно те паттерны, о которых были подмечены вами и другими игроками, именно создание какого-то формы поведения, да, формы внешнего, он так или иначе является отражением нас самих в реальности. Здесь уже вопрос исходит несколько иной. То есть, именно, во-первых, как было ранее сказано, степень вовлеченности, да, и, соответственно, именно что для человека является вот эта игра. То есть, именно вот первичный вопрос от игры человека, что от нее хочет получить. Он играет как профессионал для достижения каких-то, скажем так, целей, да, построения карьеры. Он играет для получения как раз-таки эмоций? Или он реализует самого себя? По твоим оценкам, если взять сто процентов, я понимаю, что это очень приблизительно, оценочная вещь, вот взять сто процентов игроков, которые играют в компьютерные игры, скажем так, людей, которые играют компьютерными игроками, я даже сейчас не назову, потому что отчасти это уже жизнь. Вот из них вот эти три пункта – профессиональная позиция, эмоциональная позиция, и третья… И реализация. И самореализация, да, в игре. А проценты, как вот, ну, сказали, что профессионалов, сколько там, пять процентов, десять процентов? Сложно сказать именно прямо точные проценты, но с учетом современных тенденций, я бы сказала, что сейчас именно вот гиберспортивная составляющая, она очень хорошо сейчас в последние годы развивается, и, наверное, подавляющее большинство людей именно стремятся именно к киберспорту. Вот смотрите, почему мне эта тема очень заинтересовала, потому что я вдруг подумал, сейчас же очень модная тема – составление психометрических портретов. То есть на основе Бигдаты, исследования Кассинского, вот мы слышали про Brexit, про выборы Трампа, когда, ну, составлялся по профилям в соцсетях, почему-то в громадных количествах составлялись психометрические портреты людей, и, соответственно, им подставлялась какая-то информация конкретно под этих людей. Или, в общем-то, известно, сейчас банки очень хорошо начали работать, когда они по профилям в соцсетях могут уже сейчас начинать определять кредитиспособность клиента будущего. И вот в связи с этим, возможно ли в будущем, или, возможно, уже сейчас такие разработки есть, когда массовые компьютерные игры, подобные World of Tanks, StarCraft, ну, такие, которые многомиллионы, а, возможно, даже под миллиардные охваты уже, когда разработчики, психологи могли бы по поведению, по количеству времени в сетях, по его манере игры, по выбору юнитов, по каким-то другим еще позициям, да, по его поведению в чатах, определять психометрический портрет человека и, условно говоря, в связи с этим, ну, подкидывать ему определенные рекламы, не знаю, кредитиспособность, склонность к правонарушениям, вот такие составлять вещи, которые, ну, в общем-то, будут нас ранжировать в каком-то смысле. Теоретически это возможно? Вы опять переходите к вашей любимой теме, к Семену Голпаку. Для тех, кто играет в игры казуальные, для тех, кто играет в онлайн-игры и не рассматривает их как киберспортивные дисциплины, то есть вот эти игроков, которые, ну, что называется, заходят туда просто вот, ну, они не являются профессионалами, они там проводят достаточно большое количество времени, но проводят их с точки зрения именно самореализации. То есть вот смотрите, вот еще раз, вот Артур же как сказал, есть вот действительно три вида времяпрепровождения. Первое – это профессиональный киберспорт, второе – это получение эмоций, третье – самореализация. Из них неосознанно является именно самореализация. Человек играет, потому что он играет, потому что он хочет играть. Если человек хочет получать от игры эмоции, он осознанно хочет получать от игры эмоции, причем именно когда человек хочет от игры получать эмоции, он может осознанно выбрать не свой психотип в качестве как раз своего эталонного героя. В этом как раз и есть, что получить эмоции другого ранга, чем вы можете получить, например, другого спектра, чем вы можете получить в реальной жизни. Для того большинства, который играет только потому, что играет, потому что это приятный, ненапряжный вид деятельности, который позволяет тебе, ну, для детей это развиваться, для взрослых это, что называется, ну, эквивалент любого другого досуга. Вот для вот этого основного когорта людей эта задача является тривиальной, потому что люди выплескивают туда свой потак сознания, свое эго, скажем так, осуществить квантитативную характеристику эго по тому спектру действий, который он осуществляет, ну, достаточно задача тривиальная, многократно решенная, то есть, в общем-то, применяем практически те же самые психотесты к каким-то формальным действиям и получаем психологический портрет человека. То есть, ну, как таргетирована реклама, ну, это вообще вещь, которая в играх существует, особенно онлайн, там, лет уже, наверное, 15, если не 20, поэтому, ну, в общем-то, это делается. А вот для тех, кто осознанно в них играет, либо осознанно для получения эмоций, либо осознанно с точки зрения киберспорта, да ничего по ним не определишь. Ну, принципиально ничего по ним не определишь. То есть, ну, условно говоря, есть человек, например, добрый и пушистый, но вот он хочет отыграть в игре, там, я не знаю, там, некроманта, там, ну, условно говоря, там, человека, там, тирана, диктатора, и он делает это осознанно, потому что он хочет получить этот спектр эмоций, он хочет посмотреть, как это выглядело бы в реальной жизни, ну, либо наоборот, да. Вы по нему ничего не определите, потому что это конструирует эту личность виртуально, то есть вы определите характеристики этого виртуального конструкта. Есть что-то добавить? Да, этот вот, есть такое понятие, как игры-сервисы, оно появилось последние, наверное, лет 10 где-то, наверное, меньше даже, индустрия развивается огромными темпами. Оно означает, что, как правило, это условно-бесплатные проекты, но иногда и платные. Условно-бесплатные, это значит, что начать играть бесплатно, как вот World of Tanks, в которые вы играли, но есть микротранзакции, возможность купить что-то в игре и возможность оплатить какой-то сезонный пропуск, какие-то вот скины, какую-то одежду для персонажей или еще что-то. Вот, как правило, не то, что влияет напрямую на игровой процесс, но если это мобильные игры, иногда и влияет напрямую на игровой процесс. И вот там они рассчитываются на, если не многомесячный, то многолетний план. Из того, что вот нужно постоянно подкидывать новый контент игрокам, чтобы они продолжали покупать. Так как игра изначально бесплатная, основная сумма денег идет снутри игровых покупок. Причем всегда 70 или 80 процентов даже игроков не донатят, то есть не вкладывают деньги. Они как играли бесплатно, так и играют, то есть со всеми ограничениями, всем, что есть. Есть еще какой-то процент, который время от времени деньги закидывает. Есть так называемые в индустрии акулы. Несколько процентов игроков, которые больше всех денег и вкладывают в проект. И, соответственно, поэтому, так как это долгосрочный бизнес-проект, там необходимо изучать психотипы игроков, которые играют, потому что контент делается для людей, которые покупают его. И, соответственно, нужно постоянно выкладывать новые пачки контента, чтобы сохранялся интерес, с одной стороны, у бесплатных игроков, которые подогревают интерес к игре и удерживают ее в топах. С другой стороны, у платежеспособных игроков или желающих платить, которые деньги вкладывают. Соответственно, нужно учитывать целевую аудиторию, то есть понятие целевой аудитории, она существует не только в играх, но она со своей спецификой везде, в том числе и в играх. И я вот не знаю, честно говоря, какие именно данные собирают об игроках, в играх-сервисах, но я думаю, что там они и во время игрового процесса какие-то данные собирают для следующих контент-пачек. Если, Артур, есть что-то добавить, я жду, если нет, до следующего вопроса будет. Да, я абсолютно согласен с моими коллегами, и вот Алексей очень правильно подчеркнул, что есть игры-сервисы. В играх-сервисах очень важным элементом является как раз-таки слежение за игроком, за определенной группой игроков. Опять же, платежеспособность, количество часов, проведенных в игре, какие-то, может быть, как раз-таки акцентирование на каких-то моментах игровых. То есть если у игры есть какая-то сюжетная составляющая, то есть время на прохождение, количество времени на прохождение, то есть перепрохождение игры, сколько раз. Если это все учитывается, это позволяет, опять же, как раз-таки составить какую-то приблизительную форму, да, именно людей, которые будут в эту игру играть. Но сказать о том, что это является психологическим профилем, да, именно игрока, достаточно сложно. Может быть, в дальнейшем, в будущем это будет как-то реализовано, но на данном этапе я не могу об этом говорить. Вы что-то хотели добавить? Да, я хотел добавить. На самом деле мы все вот тут об игры говорим, все такие удобные, вот разные термины перебираем. Дело в том, что термин игры, он настолько глубоко всеобъемлющ, то что на самом деле различия между, например, вот концепцией, там, game as a service, например, да, и вот там, single-player game, гораздо глубже, чем, например, там, между классической драмой и мультфильмом. То есть для них принципы совершенно разные, люди в них играют разные, и они разных вещей от них хотят. То есть вот мы сейчас вот скатываемся в основном в обсуждение как раз вот игр многопользовательских, ну, мне хотелось бы этого, по крайней мере, частично избежать, потому что вот многопользовательские игры как раз меньше всего можно назвать формой искусства, потому что, ну, во многом это как бы, это форма больше публичного времяпрепровождения, больше даже некий аналог, по сути, вот соцсетей с точки зрения, по крайней мере, воздействия на психику человека. Поэтому, если уж мы игры обсуждаем, давайте, пожалуйста, вот все классы их рассматривать, не только онлайн. Так, ну, это же масштабная будет задача тогда. Ну, просто вот условно говоря, если мы рассматриваем только онлайн-игры, тогда я пас, потому что в онлайн-игры я не играю принципиально, потому что я в них искусства не вижу. Вот, например. То есть вот мы их вот обсудили, давайте переговорим про сингвы. Ну, вообще, вообще-то даже есть проблема, что считать онлайн-играми, что считать мультиплеерными, что считать однопользовательскими, потому что там они взаимопроникают, и это вот это для отдельной передачи на полтора часа тем. Когда мы сказали, когда вы сказали, почти все подчеркнули, что игры — это искусство, для меня, кстати, это новая мысль, хотя я еще и не проникся. Ну, вот в процессе подготовки мы обсуждали с некоторыми из участников, и меня очень записывала тема арт-хаусных игр. Игр не для всех. То есть, я так понимаю, подобно мультфильму и какому-то... Это инди. Вы даже не используете термин инди. В компьютерных играх есть такое понятие, как инди-игры, это как арт-хаус в сфере фильмов. Как еще раз? Инди. Инди. От Independent, независимые. Подобно арт-хаусному кино, которое не для всех, для узкого круга гурманов, подобно редкой пище для гурманов, которую не воспримет массовый, может быть, зритель и массовый потребитель. Есть арт-хаусные вещи. Инди, как вы сказали. Что это за явление? Насколько распространено? И какие там... Я, честно говоря, даже представить себе не могу, что в играх может быть арт-хаусного. Ну, давайте я начну. Я этим увлекаюсь сильно. Ну, вообще, об инди-играх все сложнее говорить с каждым годом, потому что, по сути, рынка независимых игр как такового в 90-е практически не было. Он начал появляться в нулевые и расцвел бумом где-то во второй половине нулевых даже. Это связано с увеличением доступности средств разработки игр, в том числе. И с развитием средств цифровой дистрибуции. То есть, изначально то, что мы называем инди-рынком, был рынок игр на флэше. Ну, знаете, флэш-мультики были популярны в интернете. Они еще и играми были когда-то. То есть, они примитивные. Потом это постепенно все усвожнялось и развивалось. И сейчас, в 2021 году, инди-сектор сам разбился на десятки, если не сотни подсекторов. Там есть инди-блокбастеры. Вот Хейтс, который многие называют лучшей игрой прошлого года. Он, в общем-то, тоже считается формальной индией. Гадис тоже считается формальной индией, например. То есть, ну, это... Да. Да. И проекты, над которыми работают сотни людей, Fall Guys даже, которые игрой сервис, они тоже формально в инди заходят. Но по факту, вот если мы берем инди-стима, который один человек делал по вечерам после работы в течение года, например, и это вот какая-то история о принятии депрессии или принятии боли собственной жизни, который с примитивной графикой такой вот, ну, потому что один человек делал, в которую поиграет, ну, в лучшем случае, ты несколько тысяч человек, а в среднем играет несколько сотен, наверное, потому что сейчас рынок перенасыщен, рекламировать проекты должен каждый человек сам в инди-рынке, если он с издателем не связывается. И поэтому многие игры, даже хорошие, теряются вот в этой огромной куче. И мы не можем... То есть формально они в одном секторе. Вот эти вот крупные проекты, в которые играют миллионы людей, и игры, в которые играют сотни людей, которые делает один человек. Но есть очень много исключений. Можно я дополню? Да. Например, есть, допустим, проекты, которые делал один человек. Ну, изначально, на Майнкрафт вообще всем известно. Я про него даже вот говорить не хочу, потому что это как моветон, да? Но это, прежде всего, например, Стардиоли и Террари. Их делал один человек. Их продолжает делать один человек. Но это хиты мирового масштаба, у них сотни миллионов пользователей. Да, Undertale там же еще, в общем-то. И есть другие примеры обратные, когда один человек начинал фазмофобию, например, выстрелившую в прошлом году, и которая потом разрастается до команды из десятков людей, потому что у игры вдруг появляются миллионные продажи. И при этом, и сам Инди-сектор, поэтому он, о нем тяжело что-то в общем говорить, потому что он разделяется на десятки и сотни. То есть там есть сюжетные истории на час или два, которые зарисовки такие. Есть нарративные эксперименты, которые интересны только тем, которые не имеют широкой популярности, они не могут ее иметь, потому что они вот именно создаются как эксперименты для тех же, кто интересуется таким. Есть там красочные игры платформерам, которые представляют широким интерес на рынке. Есть какие-то игры, которые пытаются возродить умершие жанры в мейнстриме. То есть, например, вот в конце нулевых, начале десятых был популярен жанр боевых гонок, например. Сейчас он фактически умер. То и дело, и 3D-платформеры тоже были популярны. Сейчас, кроме Mario & Sonic, крупных проектов толком не осталось. Люди, которые росли на этих играх, хотят повторить этот опыт, но не находят его толком в масштабном рынке и идут сами делать такие проекты. То есть, хочешь во что-то поиграть, сделай сам, соответственно. И сейчас уже там несколько десятков таких проектов в каждом из жанров, которые умерли в нулевые, например. И все это инди. И то, что традиционно считается под арт-хаусом, то есть какие-то, допустим, глубокие идеи, какая-то необычная подача, то, что вот, условно говоря, то, что тяжело понять рядовому игроку, он есть там. Но это только часть огромного инди-рынка. Поэтому, да, называть инди-арт-хаусом, ставить знак равнозначен нельзя. Если игровой арт-хаус, в кавычках, среди инди, да, все ли инди-арт-хаус, нет. Вы знаете, Алексей, вы, когда обозначили одну игру, назвали, вы там описали, что автор попытался изобразить мне, или человек, который не играет, позволит ему переживать депрессию. Меня очень интересно в том, что в каком смысле, возможно ли в будущем, или возможно сейчас это есть, когда игры станут терапевтическими механизмами, просто будут прописываться врачами, психологами, психиатрами. Сейчас есть, например, игры, которые существенным образом увеличивают мотивацию, что называется, Джоннин Американ Арми. И вот такие игры есть. Расскажите мне об этих играх, потому что я думаю, что нашим зрителям будет интересно. То есть, условно говоря, игры, которые увеличивают мотивацию. Человек, надо что-то ему сделать. Вот у него есть проблемы с тем, что прокрастинация, ну, есть масса, в общем-то, вещей, которые останавливают людей от того, чтобы совершить шаг. Возможно, есть игры, которые, вот вы сказали, что есть возможность, которые мотивируют людей. Что это за игры? Какие механизмы там работают? Может быть, нам психолог скажет, этот механизм, это может непонятнее будет, кстати. Да, я, наверное, начну с самого такого распространенного вида игр, наверное, симуляторы, да, коллеги подтвердят. Игры, которые, в первую очередь, как раз таки, создавались именно для того, чтобы перенести какой-то реальный опыт на виртуальный опыт для подготовки военных. Вот ARMA, третья ARMA, достаточно распространенная. Да, любая, даже и флешпойнт до этого предыдущий. То есть, это игры, максимально приближенные к реальности, основной задачей которой является именно, скажем так, подготовка, подготовка каких-то... Можно я дополню? Под реальностью, когда мы сейчас говорим, мы имеем в виду не графику, мы имеем в виду именно механики, то есть то, что происходит, потому что, когда ты находишься в игре, ты уже графику не замечаешь чаще всего, вообще никак. То есть, именно достоверность происходящего в самой игре. Скажем так, в современной индустрии игр это достаточно распространено до сих пор, и очень много людей, скажем так, увлекаются и такими играми. Скажем так, насколько это является эмоционально вовлеченным для людей, опять же, здесь нужно исходить из нескольких вопросов. Первый вопрос для самого человека, что он от этого получает. Он действительно чувствует, что он, скажем так, переживает, да, вот какой-то реальный опыт, да, либо он научается чему-то новому за счет этого. То есть, здесь, опять же, очень много вопросов. Я вам хочу сказать, вот конкретно сейчас проходит обучение по управлению университетом в виде онлайн-платформы от наших коллег от Исколкова, как раз, по-моему, да, где просто, вот практически, ну, вот веб-браузер, запущенная игра, которая представляет собой классическую, ну, как вот, сетибилдинг-стратегию, то есть, экономическую, сетибилдинг-стратегию, где ты, по сути, отстраиваешь, модифицируешь, планируешь деятельность своего университета. То есть, эта стратегия направлена как раз на повышение навыков управленческой деятельности применительно к различным властям развития университета. То есть, когда вы говорите о корректировке каких-то расстройств, это то же самое, когда вы говорите о развитии каких-то скиллов. То есть, существуют игры, которые позволяют корректировать какие-то расстройства. Это означает, что скиллы развиты на совсем маленьком уровне, их необходимо, условно говоря, дотащить до минимально необходимых, причем, такими скиллами, может быть, условно говоря, возможность взаимодействия с обществом. То есть если она минимальная, то это психологическое расстройство. То есть необходимо, например, условно, вывести до такой степени, когда он сможет с обществом работать. То есть игры решают возможность развития скилов на всех уровнях. От маленького до среднего, от среднего до высокого, от высокого до ультрапрофессионального. И они есть практически для всех областей человеческой деятельности. Начиная взаимодействие с социумом, заканчивая механическими навыками, возможностями. Именно поэтому, наверное, сейчас игры есть такое огромное количество жанров, поджанров, делений. Потому что они направлены абсолютно на все области человеческой деятельности, все спектры реализации человеческой личности. Да, я бы хотел добавить насчет депрессии как раз. То есть с одной стороны можно, наверное, здесь сказать о том, что достаточно много в других видах искусства, истории о депрессии и том, как ее пережить. То есть никогда же с ней бороться, как ее пережить. И они, как правило, зачастую производят эффект, когда-то мимо, когда нет, на людей с депрессией. И, может быть, они что-то для себя выносят даже из книг и фильмов по теме, потому что находят свой опыт, его отражение, переживают его через искусство, соответственно. В играх это тоже есть, и там это переживание бывает даже высшей из-за вовлеченности, потому что мы, вот как я о том, что говорил сначала, мы прямые участники. Я не могу сейчас сходу назвать примеры, но даже интереснее поговорить о неожиданных случаях, потому что вот уже упоминалось Stardew Valley. Это, то есть, такой двухмерный симулятор фермы и жизни, то есть в деревне. То есть мы ухаживаем за огородом, то есть выращиваем культуры разные, там в деревне жителей много общаемся, жителям в деревне, и там события происходят какие-то, и многие люди, то есть это такая бесконечная игра, в общем-то, с достаточно большим количеством контента и вариативности, потому что со своим огородом можно делать что угодно, в общем-то. И люди находят терапевтическую ценность в этой игре, то есть они в нее возвращаются снова и снова, потому что их успокаивает то, что они заходят, поливают грядки, там находят новые растения, которые можно вырастить, общаются с любимыми жителями, которые им понравились, и выходят. И вот люди находят отдушину в этом, это им помогает. Мне даже многие знакомые говорили часто, что вот такие вот игры, о которых там насилия, кстати, нет, там долгое время обсуждалась вот эта вот тема насилия в играх, и того, что не все игры проносили, там даже были проекты, которые этим кичились, что вот не все игры про жестокость. В общем-то, они уже давно не все игры про жестокость, и не жестокие игры популярны. Большинство, наверное, не про жестокость. Да, и они популярны, и вот людям помогают, собственно, я не знаю, задумывался ли этот эффект или нет, когда разрабатывалась игра. Возможно, и задумывался, потому что создатель там депрессию сам пережил, потому что он наделал в одиночку много лет. Он в одно время, у него деньги кончились, его там девушка поддерживала очень сильно, но он все равно дострадал из-за этого, еле-еле доделал. Ну, это такая счастливая история, потому что она стала многомиллионным хитом. Поэтому я не исключаю, что вот эти вот условия разработки повлияли, и это было задумано. Может и нет. Ну, вот многие люди находят помощь себе и со своими душевым состоянием вот в этих симуляторах грядок и огородных. Я могу вам немножечко дополнить. Дело в том, что есть прям подкласс игр, которые на самом деле используются практически для лечения депрессии, и иногда для погружения в депрессию, в зависимости от того, чего человек хочет. Это вот как раз вот коллега вот эту тему немножечко вот боком обходил, но я вот просто пример их назову. Это вот, в общем-то, очень известный Firewatch, вот особняк Эдит Финч, и вот наоборот, который может как раз вернуть депрессию, Return to Oberdin, то есть это вот как раз, то есть там вы не осуществляете, по сути, никакой игровой процесс, вы созерцаете то, что происходило с другими, что могло бы бы с ними происходить, и говорите себе, либо вот видишь, это как, вы знаете, вот как можно человеку быстро исправить, где пройти, провести ему экскурсию в тюрьме. Он выходит, говорит, господи, как у меня все хорошо. Вот здесь на самом деле точно так же, да. То есть вот, либо человек может понимать то, что у него на самом деле все хорошо, когда вот видят вот эти вот губокие, щемящие истории, где людей нет, но все говорит об их присутствии, то есть там нет других действующих лиц, кроме вас, и действующих лиц нет вообще. Это вот очень интересно, но все рассказывает о том, что могу бы происходить, вот накладываю, что могу происходить бы и с вами, и вообще вот где угодно. Либо второе, вот например, они могут, да, бывают такие, которые могут и погрузить глубоко в депрессию, но есть даже намеренно, человек хочет испытать боль, такое тоже бывает. То есть это вот тоже нужно понимать, что такие стремления возникают. Ну, какие механизмы там, кстати, вот любопытно даже, человек будет испытать боль. Что для этого нужно разработчикам сделать, чтобы человек, зайдя в компьютер, испытал боль? Ну, знаете, любую драму смотреть больно. Любую драму, которую достаточно глубоко, смотреть просто больно. То есть любой фильм без счастливого конца. Но есть люди, которые смотрят и... Я дополню, да, вот как раз-таки, опять же, здесь идет эмоциональная вовлеченность. В первую очередь, любая сюжетная игра, она так или иначе вызывает у нас определенные эмоции. Намеренно, ненамеренно, эмоции так или иначе есть. Как раз-таки вот одна из недавних игр, Little Nightmares, вторая часть, она является, может быть, и каким-то таким сюрреалистическим представлением реальности, перепроживаемых эмоций человеком. Но большинство людей, которые, скажем так, проходят до определенного этапа игры, они испытывают катарсис. То есть именно какое-то эмоциональное высвобождение, да, которое они, как именно созерцатели, переносят на себя и переживают то, что происходит в игре. Звучит очень круто. Это очень круто. Это не только звучит, это играется еще круче на самом деле. То есть это не могут дать никакие фильмы, никакие книги. Да, я хотел дополнить как раз, но, к сожалению, Little Nightmares 2 еще не допрошел. То есть мне там осталось где-то процентов 20, наверное, поэтому прокомментировать не могу до конца. До катарса... Да, еще не дошел. Но выдающийся проект, и первая часть хорошая, и вторая хорошая. Ну вот я про What Remains of Edith Finch хотел заметить, вы вот упомянули. Вот, кстати, я ее как историю о депрессии даже не воспринимаю. Она у меня одна из любимых игр последних лет, в принципе, и я считаю, что она вот показывает, на что игры способны, на то, что вот это вот то, что есть, это только начало. Для меня это как раз сила нарратива, потому что What Remains of Edith Finch берет жанр, который многие пинают, так называемый симулятор ходьбы, как его издевательски называют, где вот, то есть, где ты ходишь по пустым локациям, и тебе какой-то сюжет рассказывают через записки, через речь на заднем плане, или так называемый environmental storytelling, то есть, когда вещи вокруг рассказывают историю. Вот, What Remains of Edith Finch берет эту концепцию и выжимает ее максимально, то есть, там история рассказывается через геймплей. Там она разбивается на истории множества семи, то вот такая, в общем-то, восходит к традиции европейской литературы, это такая семейная сага, которая рассказана через короткие экспириенсы, короткие опыты, в которых сюжет дополняется игровым процессом, где игровой процесс и есть сюжет. И там как раз вот разработчик говорил, что вот да, у нас конкурентов почти нет, то есть кроме нас мало кто занимается исследованием того, как рассказывать истории, через игровой процесс. Вот для меня это вот даже интересно, потому что я вот никогда не думал о What Remains of Edith Finch, как эта история этой депрессии. Всегда думал, они именно как семейные саги. А это очень сильно зависит от того, как вы воспринимаете, в каком вы цифровном состоянии находитесь, потому что, например, вот то же самое To The Moon, который, в принципе, тоже является очень схожим проектом, она может по результатам прохождения давать чувство, как вот экстатически, такой просто глубочайшей депрессии, боже, как это ужасно просто, понимаете, причем это может даже быть у одного и того же человека просто в разного момента времени. То есть это просто какие струны вашей душе начинают резонировать, понимаете? А можно подобным образом переложить в такой формат игровой войной мир толстого? Можно. Но если бы, например, видели бы, опять же, вот просто большинство людей, которые не играют только в компьютерные игры, либо играют в онлайн-проекты, очень много внимания уделяется графике. Если бы видели To The Moon, а To The Moon, я не знаю, по нарративу, но, наверное, она одна из самых глубоких вообще историй. Вы знаете, если бы посмотрели на ее графику, даже час посмотрели, у вас ничего бы кроме смеха бы это не вызвало. Просто вот... Марио, короче. Хуже. Хуже, правда, хуже. Но вы настолько вот можете, можете, можете не проникнуть, можете проникнуть в эту историю, что просто вот вы будете рыдать, там никакая там Джейн Эйр рядом не стояла, условно говоря, там, ну, Ильяна Каренина есть, мы заговорили там. Когда вот, кстати, я здесь представляю на самом деле олллскулную публику, у меня опыт не значит. Олллскульную публику выберут, здесь представляю и я. Окей. Я сказал, олллскульное общество. Не общество, которое смотрит на игры со стороны. И вот у меня какой вопрос возник. Когда вы сказали о том, что современные игры это по сути искусство, литература, и кино, и все в одном флаконе... Нет, вы так не говорили. Нет, 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 переживания, которые испытываются... Они другие. Хорошо. Скорее, наравне. Давайте скажем, наравне. Но они другие. Другое. Вот есть литература, вот есть кино. Какие-то есть обоняние, слух и зрение. Вот смотрите, вот смотрите, родители, ребенок, у нас, в общем-то, у вас нет. Вот у меня и многих людей, которые меня окружают, которые не так глубоко погружены в этот мир, есть четкие правила. Так, ребенок, час интернета, за пятерку, да? Вот поиграешь в игрушку. Это правильная логика. Может быть, я в другом говорю. Если подбирать, но мы же при этом, родители при этом, подбирать детям литературу. Сынок, почитай вот это, начни вот с этого, из «Волшебника изумрудного города» начни свою жизнь настраивать. из «Шеститомника» Волкова. Вот. дальше, дальше, и «Дженейро». Вы знаете, что «Волшебник изумрудного дома» из «Города шеститомов»? Имеется в виду… Теперь знаете. Это же «Уфинжуса» и прочее продолжение. Да, да, да. Ну, конечно, я в детстве это был хитом. Прекрасно. Это было то, что я первая книга, которую я прочитал самостоятельно в шестом, в шесть лет, по-моему. Да, я сломался, по-моему, на четвертую. То есть вы помните, что она заканчивается космическими кораблями даже? Да, инопланетянами. Да, я помню. Это все проще. Я о другом. Я о другом, что можно ли сейчас детям уже составлять, условно говоря, пакет игр? Конечно. Это нужно делать, вообще необходимо. Вот. И я хочу об этом поговорить. Вы так долго мне говорили, пока я… Это прекрасная тема. Это прекрасная тема. Нет, зачем? Мы как раз пытались выйти на общую платформу. Условно говоря, вот сейчас сидят родители, которые близки к играм, ну, как я. Нужно составлять хрестоматии игр. Фактически, да. Да, нужно, чтобы они в свое время крутили не в бесконечное, там, Брау Старс, Робокс, и то, что не дает абсолютно никакого эффекта для развития ни моторики, ни самосознания, ничего. Но это, по сути, эквивалент соцсети только для детей, потому что соцсети детей не пускают. То есть вот только поэтому они там, на самом деле, находятся, ну, во многом. Ну, я не говорю, что это не обобщение, но просто во многом именно то, что соцсети их не пускают. То есть, да, для детей нужно составлять хрестоматии игр, которые для разного возраста действительно нужно проходить. Они их обогатят значительно больше, чем все возможные хрестоматии, там, русской классической литературы вместе взятые. Вы поймите, я очень активный читатель. Давайте, мы сможем сейчас составить такую хрестоматию, понятно, приблизительно, 10 фильмов, о, 10 игр, которые можно, там, начиная с 6 лет, с 8 лет. Ну, на каждый год можно минимум пойти 10 игр составить. Ну, такие вопросы с бухты-барахты не решаются. Хорошо, скажем так, со скольки лет можно сажать ребенка на такие игры, развивающие именно? Какие игры вы посоветовали для 5-летнего ребенка? Не нужно 10. Первые 3 игры, которые вы посоветовали бы, хотя бы, то, что у вас сейчас в каждом голове. Ну, наверное, вы удивитесь, но классический Mario Sonic, потому что, в принципе, они добрые, хорошие, позволяют знакомиться с окружающим миром, развивают моторику. То есть, то, что было на Dendy еще в конце 80-х годов. Такой момент. Хорошо, ребенок в средней школе, в средних классах, когда проходит, ну, там, Бунина начинает, да, что-то, ну, такая классическая русская литература начинается. Когда он уже понимает, что ему дают что-то серьезное, но еще не понимает, почему это серьезно. Да, словом, говорит, 9-й, 10-й класс, война и мир начинает. Не, не, подожди, 10-й класс это отдельно. Вы сейчас сказали про среднюю школу до 9-го класса. Есть какие-то свои варианты для среднего возраста? С РПГ я абсолютно согласен. РПГ очень хорошее, во-первых, именно жанром, да, потому что, во-первых, РПГ, в случае, если мы говорим о ребенке, о подростке, там, в первую очередь, для ребенка важно, чтобы он умел, скажем так, позиционировать себя. И развивать себя, то есть вы устраиваете вектор своего развития. И РПГ в этом является прекрасным инструментом. А в чем суть игры РПГ? Я просто не знаю. Суть игры. Где вы развиваетесь? В РПГ, в первую очередь, с чего вы начинаете, это создание, собственно, персонажа, начиная от его внешнего вида, заканчивая его характеристикой. Вот. Соответственно, в зависимости, опять же, от стилистики игры, от жанровой предрасположенности, то бишь, например, тот же Готика, да, Обливион, The Elder Scrolls, свитки, вот, являются достаточно такими яркими, классическими примерами хороших РПГ. Вот как мне хорошо, вот как мне нравится, что вот коллега из Elder Scrolls, выбору, не последнюю часть, а предпоследнюю часть. Насколько он прав, на самом деле, да. Да, я могу только скажу, да, вот игры раньше действительно делали лучше. И поэтому сейчас, например, делается ремейк Diablo 2, вот он по аудитории будет превышать аудиторию совместную Diablo 3, 4, Diablo, которая там делается для мобилок, просто потому что раньше игры действительно делали лучше. Ну, я бы тут возразил немного, потому что... Смотри, какие соглашения. Да, то есть это скорее, потому что... Ремейка Тетриса не будет? Что? Ремейка Тетриса не будет? Он каждый год выходит, но и не один. Но суть в чем, рынок становится, крупный рынок становится больше с каждым годом, все бюджеты, все больше и больше, соответственно, продюсеры все меньше и меньше рисков хотят брать. И все больше и больше людей работают над проектом, из которых, а с менеджментом, как вы знаете, у нас проблемы, ну, много где. Это приводит к тому, что приходят инвесторы и продюсеры, говорят, вот это не делать, это нельзя. Это прибавляется еще к внутренним проблемам, когда нужно организовать несколько сотен людей во время разработки. И в итоге часто выходят либо спорные проекты, либо безопасные. раньше как раз бюджеты были меньше, контроля было меньше, и люди могли как-то экспериментировать. Я хочу для наших уважаемых зрителей, родителей в первую очередь, что мы посоветуем им положить ребенку на стол, заложить его в компьютер, загрузить для ребенка, который в школе пора изучать войну и мир. Понятно, что там 10 класс по нынешним временам тяжело, но тем не менее. Опять же, если прямо в плане мира эти игры, которые мы пере... особняк Эдит Финчет выман, вот прям вот переживание, переживание, один к одному, он уже достаточно дорос для того, чтобы их испытать. Он достаточно дорос для того, чтобы понять, почему игры это красиво. Почему это не только исключение, почему это красиво. То есть, в конце концов, у него уже определенный гормональный форм сложился, для того, чтобы воспринять эти игры. Именно так. Уже гормональный форм даже не разное. Так, у нас, я так понимаю, время заканчивается. Я... Так, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Я хотел поблагодарить всех ее участников. Хочу снова представить. Это директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Чеклин Дмитрий Евгеньевич, ассистент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, журналист и обозреватель компьютерных игр Мельхов Алексей Германович и аспирант кафедры общей психологии Института психологии и образования КФУ, автор кандидатской диссертации психология компьютерных игр Артур Рамильевич Тимир Галеев. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин